Здравствуйте! В эфире программа «Территория закона» в студии Марина Комиссарова. Ровно 80 лет назад, 29 сентября 1937 года, было создано Управление Народного комиссариата внутренних дел Паризанской области. Основными задачами организации стала борьба с преступностью и поддержание общественного порядка, система исполнения наказаний, а также коммунальное хозяйство и строительство и другие отрасли промышленности. Отдельным направлением в рамках самостоятельного подразделения стало обеспечение государственной безопасности, внешняя разведка, пограничная деятельность, контрразведка в армии. Чуть позднее новая структура обретет легендарное название «Комитет государственной безопасности». И тогда, и сейчас работа рыцарей плаща и кинжала была скрыта от посторонних глаз. Сегодня мы попробуем немного приподнять завесу тайны и рассказать о наших героях-чекистах, рязанцах, сотрудниках органов безопасности, удостоенных высшей степени отличия в нашей стране. Молодцов Владимир Александрович, уроженец САСовского района, сотрудник внешней разведки НКГБ СССР, командир диверсионно-разведывательных групп в оккупированной Одессе, погиб в 1942 году. Копенкин Иван Иосифович, уроженец Сараевского района, сотрудник Запорожского управления НКГБ, один из руководителей партизанского движения на Украине, погиб в 1942 году. Серебряков Андрей Михайлович, уроженец Ряжского района, сотрудник НКГБ СССР, командир танковой роты, погиб в 1942 году. Медин Николай Михайлович, уроженец Рязанского района, 23 сентября 1943 года рота под командованием лейтенанта Медина переправилась через Днепр и, отразив атаки превосходящих сил противника, удержала плацдарм, обеспечив успех всей операции. После окончания войны Николай Медин продолжил военную службу в управлении НКГБ СССР по Рязанской области. Ларионов Алексей Алексеевич, уроженец Ульяновской области. Летом 1944 года рота под командованием капитана Ларионова участвовала в освобождении Белоруссии и Литвы. Проявила мужество и героизм при форсировании реки Неман. После окончания войны Алексей Ларионов продолжил военную службу в управлении НКГБ СССР по Рязанской области. Игорь Викторович Филькин, уроженец села Желудева Рязанской области, проходил срочную службу в пограничных войсках на таджикско-афганской границе. 13 июля 1993 года участвовал в обороне заставы от нападения превосходящих сил афганских боевиков. Несмотря на тяжелые ранения, на протяжении нескольких часов пулеметным огнем сдерживал наступление противника, дав возможность основным силам погранзаставы отступить и перегруппироваться для последующего контрнаступления. В преддверии знаменательной даты в Рязани побывал герой России Олег Дуканов, наш земляк, несколько лет возглавлявший управление ФСБ России по Рязанской области. Несмотря на плотный график, Олег Михайлович нашел несколько минут для эксклюзивного интервью нашей программы. Родился я в Белоруссии. Город Баранович, я помню, военнослужащий. Он служил в тот период там. Потом мальчулись, его с четырех лет мы переехали в Тягилю, а военный городок вам известен. Затем переехали в город Рязань. С 33-й школой у меня связано очень много. Долгие годы работал один директор, две в моих классах руководительницы. Это Сергея Григорьевна и Колоскова. Они были классные, до сих пор они и остаются классными. До сих пор мы поддерживаем с ними отношения. Вот я принимаю участие в мероприятиях школы, которые проводятся. В том числе и на базе вот этой школы я закончил военно-инженерное училище автомобильное в городе Рязани. Был направлен служить в Армавельское училище летчиков. Ну и если уж так рассуждать, что главный вех – это мой переход в военную контрразведку КГБ страны. В тот период это было в 78-м КГБ. Ну а дальше служба. И вообще тут до Рязанского управления я был заместителем начальника военной контрразведки страны. И генерала я получил там. И пришел генерал. По-моему, единственный, кто пришел генерал сюда. Ушел на генерал, сколько нужно, там и побежал. Тогда было очень тяжело, чрезвычайно. И подвергались органы специально служб критики всевозможной. Не было человека, который мог бы переломить эту ситуацию. Но пришел Степашин, на заглаве он тогда ФСК назывался. Служба федеральной службы контрразведки России. И он, ну, как бы кардинально поменял ситуацию. И, безусловно, те учителя, которые были в мой период, очень колоритные интеллекты личности, неповторимые, они сыграли определенную роль в моей судьбе, в действиях, в поступках и так далее. А что касается героизма и риска, каждый из нас, в принципе, может оказаться в такой ситуации, когда нужно делать выбор. Для себя я его сделал. В горячих точках активной деятельностью начал заниматься с 91-го года. Это как раз события в Абхазии были. Я был начальником отдела военной контрразведки, корпуса ПВО. И у меня в подчинении находилось два отдела. Один в Сухуме, другой в Ичмидзине, Армении. И с этого момента, когда там события, я уже был в горячих точках. В горячих точках нахожусь до настоящего времени. Ничего не изменилось. И даже когда я был руководителем Рязанского управления, я для проведения специальных операций, с учетом своих возможностей, постоянно уезжал. Все нужно оценивать с точки зрения складывающейся оперативной обстановки на местах. Где-то, ну, допустим, возьмем сегодня Северный Кавказ, Дагестан. Безусловно, террористы опасны. И причем это такое явление, которое и внешняя угроза предполагает, и внутренняя одновременно. Члены вот этих организаций, в том числе ИГИЛ известными, они в основном формируются из числа религиозных фанатиков, проживающих у нас в стране, граждан нашей страны и так далее. Я бы не разделял внешние и внутренние угрозы. Они равноценно опасны. А обстановку на сегодняшний день я бы оценил так, как стабильно, тревожно. Что касается мирного города Рязани, я бы не упрощал ситуацию. Если даже в одной точке страны находится какая-то угроза серьезная, вся страна должна быть в этом плане и подготовлена, и напряжена. А Рязани не исключение. Мы, как бы очень важный акцент, делали на противодействие акции терроризма на территории области. Но это не значит, что было все спокойно. И сегодня, уже находясь здесь, в 2001 году я был в списке, внесен не исламские, кого нужно уничтожить. Сейчас Украина дня. Туда же внесла. Естественно, в эту сторону я не влезла. Сейчас, к столетию ФСБ, по инициативе нашей организации, которую я возглавляю, мы снимаем серию фильмов. Эту серию мы продолжим о героях России, которые получили это звание посмертно. Мастер спорта по классической борьбе сейчас ее называют Диакаримовской. Ну, естественно, я уже не борюсь на ковре. Но, тем не менее, я принимаю активное участие в популяризации спорта в целом. Есть Федерация спортивной борьбы России. Вглавляет ее олимпийский чемпион Мамиашвили, Михаил. Очень хороший организатор, сильный спортсмен, так что он... Вот, она, эта организация объединяет греко-немскую борьбу в больную, борьбу в больную и женскую. Вот, я являюсь членом исполнительного комитета. Вот, это такая знаковая очень серьезная дата для управления. И достойно нужно ее подготовить, провести, может быть, популяризацию среди жителей Рязанской области этого события. Это важное событие. В завершении программы хотелось бы присоединиться к словам Олега Михайловича и пожелать рязанским контрразведчикам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в благородном деле служения Отечеству. С вами была Марина Комиссарова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok